Каждый день переносит научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, всё чаще оказываются в территории заблуждений. Неожиданное открытие. Жизнь старше, чем наша планета. Примерно вдвое превышает возраст Земли. Рассекреченный архив. Что знают масоны о пришельцах? Орион — это то созвездие, откуда на Землю в древние времена сошли инопланетяне. Невероятная находка. Кто оставил на Марсе древний египетский символ? История этого символа насчитывает около 8 тысяч лет. Фантастическая встреча. Кого нашла научная экспедиция на месте посадки НЛО? Очень похоже на человека. Истоки цивилизации. Откуда пришли строители пирамид? Может быть, они не пришли из космоса. Но, может быть, они пришли из России. Хотя мы и не были на других планетах, однако абсолютно убеждены в том, что жизнь на Земле явление уникальное и по космическим меркам совсем молодое. Ведь если нашей Вселенной 14 миллиардов лет, то Земля в три раза моложе. И вот научные умы терзают смутные сомнения. Если есть множество мирок, которые на миллиарды лет старше нас, неужели ни в одном из них нет жизни? Может быть, есть, туманно отвечают учебники, а может быть и нет. Инопланетян-то за руку до сих пор никто не схватил. Однако пока астрономы ищут инопланетную жизнь в космосе, российский ученый, доктор биологических наук Алексей Шаров нашел ее буквально под ногами. Согласно его расчетам, жизнь на нашей планете намного старше самой Земли. Оказывается, что возраст жизни примерно 9,5 миллиардов лет, что примерно вдвое превышает возраст Земли. На первый взгляд это невозможно. Не может быть курица старше яйца. Не может вначале появиться на свет цветок, а потом семя, из которого он распустился. Не может вначале появиться живая клетка, а уж потом планета, на которой она родилась. А вот и может. Генетик Алексей Шаров, исследуя проблемы эволюции в США в Национальном институте старения, однажды заинтересовался законом Мура, согласно которому объем информации в компьютерах удваивается каждые 18 месяцев. Доктор биологических наук решил проверить, а нельзя ли применить эту математическую модель и к эволюции живых организмов, то есть ДНК. Оказалось, что это возможно. Живые системы – это тоже информационные системы. Хоть это и не компьютер, но тем не менее это информационные системы. И живые клетки используют информационные технологии, такие как дупликация ДНК, копирование, алгоритмический синтез. Тогда доктор Шаров построил таблицу, в которой совместил скорость усложнения живых клеток и времени происхождения основных групп животных. Оказалось, что между ними существует жесткая закономерность. А значит, можно вычислить и возраст жизни на Земле. Для этого достаточно применить формулу, которую применяют для расчета компьютерных технологий. Что указывает, что удвоение функциональной, не повторяющейся части генома – это достаточно регулярный процесс, который происходит медленно, но достаточно равномерно во времени. Поэтому мы его можем использовать как часы для измерения возраста жизни. Результат оказался ошеломительным, потому что, согласно графику доктора Шарова, получилось, что объем информации в генах живых существ Земли удваивается каждые 370 миллионов лет. Но если взять самую сложную систему – ДНК человека – и двигаться в прошлое, то к простейшим бактериям мы придем через 9,5 миллиардов лет. Но Земля-то наша вдвое моложе. Да что там Земля? Вся наша звездная система. То есть получается, что предки наших микробов старше самого Солнца. Согласно теории доктора Шарова, напрашивается очевидный и невероятный факт – жизнь на нашу планету была занесена из каких-то других миров. Так высаживают уже проросшее семя в новый горшок. Надо сказать, что теория пансклермии или посева из космоса в научном мире не нова. Тысячи ученых в разной степени ее поддерживают. Она была высказана когда-то Криком, это один из лауреатов Нобелевской премии за генетическую спираль, и американским химиком Оргелом. Крик и Оргел написали статью, которая называлась «Посев из космоса». И они говорили о том, что 4 миллиарда лет назад Земля была сознательно заражена жизнью. Что она была заражена жизнью, видимо, какими-то непонятными, но разумными существами. Фрэнсис Крик и Лесли Оргел не выдумали эту идею, а пришли к ней в результате расшифровки ДНК. Ученые не только нашли аргументу в пользу внеземного происхождения жизни. Они даже указали, где искать нашу прародину. В более древних звездных системах. Эти разумные существа, скорее всего, прилетели из центра нашей галактики, где находятся молебденовые звезды. И что вокруг молебденовых звезд существует плантация жизни. Они основывали свои выводы, прежде всего, на тех химических компонентах, которые присутствуют в генетическом аппарате человека. И которые не очень свойственны, скажем, для Земли. Но Алексей Шаров считает, что жизнь на Землю прилетела не в виде гуманоидов на кораблях, а в бактериях внутри метеорита. По его мнению, это доказывают некоторые новейшие исследования. Но все равно, где она зародилась? По всей видимости, на месте Солнечной системы была другая звездная система, которая взорвалась, то есть был взрыв суперновый. И, по-видимому, остались довольно большие куски материи, которые просто путешествовали, потом они агрегировались и образовали Солнечную систему. Если вычисления Алексея Шарова верны, у этого феномена два объяснения. Первое. Жизнь на нашу планету занесена с других, более древних миров. В пользу этой версии говорит ряд научных исследований. К нам на частицах космическое поле, в метеоритах, прилетают микробы и бактерии. Очень похоже, что к нам прилетают штроматолиты, колонии синих и зеленых водорослей, которые по возрасту старше Земли, старше Солнца. А это может говорить о том, что они точно инопланетяне, потому что они родились вне Земли. Тогда Земли еще не было. Вторая версия еще более фантастична. Какие-то неведомые нам космические силы, искусственно вмешиваются в ход нашей земной эволюции, раскручивая ее колесо быстрее, чем нужно. Только в этом случае тот путь, на который форма в жизни потребовалась 9 миллиардов лет, они прошли вдвое быстрее. Вот что думает по этому поводу известный британский исследователь Эндрю Коллинз. Идея о том, что было ускорение эволюции, это захватывающая и занимательная идея. Как это могло быть возможно? На мой взгляд, ответ — космические лучи. Космические лучи проникают через атмосферу Земли, приходя из разных источников. Но большинство из них останавливаются в верхних слоях атмосферы, а остальные безопасно достигают Земли. Другие, такие как нейтрино, проходят сквозь человеческое тело, и другие виды физической материи, не взаимодействуя ни с чем. Но есть некоторые виды космических лучей, которые, видимо, влияют на молекулярную структуру живых существ. Если все же предположить, что в далеком космосе взорвалась некая обитаемая планета, и наша Солнечная система подверглась массированной бомбардировке метеоритов, несущих уже готовые РНК и ДНК, то эти метеориты могли попасть и на соседние с нами планеты. Подтверждением именно этой гипотезы служат новейшие сенсационные находки на Марсе. На фотографиях, сделанных марсоходами Opportunity и Spirit, обнаружены объекты, похожие на окаменевшие кости. И некоторые из этих ископаемых похожи на кости небольших грызунов. Видно, что они симметричны и имеют анатомическую структуру. Можно разглядеть глазницы, челюсть, костный гребень, носовую кость. Это удивительно. Если кто-то хочет доказать, что это просто камни, то пусть сначала объяснит, почему они так симметричны и имеют эти биологические признаки. Программист Доник Швиндт возглавляет независимую научную группу, которая анализирует снимки Марса. В нее входят физики, историки, биологи, геологи и даже специалисты по трехмерной компьютерной анимации. В результате своих исследований они пришли к однозначному выводу. На Марсе раньше была жизнь. Фотографии, сделанные в кратере Гусева, о многом рассказали специалистам. Если мы изучим эти фотографии, то найдем повсюду свидетельства части позвоночника, кости, черепа. Было бы странно, если бы мы находили повсюду исключительно черепа. Но там есть и другие части скелета. Найти на фотографиях эти части скелета очень сложно. Меня поймут исследователи Сахары. Там кости тоже выглядят очень незаметно, как куски камня на первый взгляд. И еще эти останки не разрознены. Если мы видим череп, то рядом находим и остальные части скелета. Кто оставил на Марсе древний египетский символ? История этого символа насчитывает около 8 тысяч лет. Зачем Земля исчерчена гигантскими рисунками? На снимках сверху они имеют идеально правильную конфигурацию. Сложно сказать, что это были за существа. Предварительно, окаменелые останки похожи на кости некрупных земных млекопитающих. А что касается разумных форм жизни, то Доник Швинд и его коллеги нашли нечто другое. Следы их деятельности. Несомненно, это пирамиды и дороги в регионе Сидония. Там есть несколько пирамид. Причем пирамиды намного больше, чем на Земле. Там вроде чуть ли не 2-3 километра высотой. И есть также сфинкс. Если бы все эти конструкции были созданы природой, тогда между ними не наблюдалось бы некоторых геометрических и математических закономерностей. Но такие закономерности наблюдаются. Но виртуального археолога Доник Швинд и его команду больше интригует другая местность на Красной планете. Эта гора находится в кратере Хаусарам. И это очень необычная гора, потому что в нее можно заглянуть. Она не закрыта, а полая внутри. И если мы увеличим картинку, то здесь на вершине можно увидеть круглое отверстие, купол. Специально для разгадки природы таких аномалий эксперты группы археолога Доник Швинда применили метод компьютерной фотограмметрии. Это способ воссоздания трехмерной модели объекта по снимкам, сделанным с разных точек. Таким образом можно даже рассмотреть те стороны объекта, которых нет на снимке. Эта технология широко известна. Она применяется не только в археологии, но и в криминалистике. Если мы возьмем трехмерное изображение, то увидим здесь платформу, пандус, который ведет прямо внутрь горы. Можно предположить, что здесь ездили какие-то объекты. И по этому пандусу заезжали внутрь горы. Выглядит как следы от текущей лавы. Но если взглянуть под правильным углом, то понятно, что это пандус, ведущий внутрь. И это отверстие, это дверь. Огромная. Это потрясающе. Но самое поразительное открытие на снимках этого района гигантский барельеф на вершине пирамиды. Крылатый диск. Точно такой же, как древний символ, хорошо известный на Земле. Крылатый диск является популярным знаком масонских лож, тайных обществ и даже военно-воздушных сил некоторых стран. Историки Ближнего Востока знают. Знак есть на каждом египетском храме, шумерской табличке или персидском барельефе. В Египте он обозначал бога гора и его территорию. История этого символа насчитывает около 8 тысяч лет. Первым делом найдем его в египетской мифологии. Там есть так называемые крылья бехедети. Бехедети – это одно из воплощений египетского бога гора. Его изображают как фигуру внутри крылатого солнца. Стоящая фигура внутри солнечного диска используется также в зороастризме. С этим связана вера в бога Ахура Мазда. Он символизирует власть света и является творцом и покровителем мира и человечества. А в шумерской мифологии диск означал отца богов Ашура и родину богов планету Нибиру. И я, как исследователь, могу с полной уверенностью вернуть Марсу его истинное имя древнее, Нибиру. Это имя Марса. Так вот, то знание, которое пришло с Марса на Землю и нашло свое отражение на Земле, в том числе в архитектурных сооружениях, оно очень коррелирует с тем, что мы видим на Марсе. Коллеги Доник Швинта не спешат с выводами, но гуманоидов на Марсе они все же нашли. Правда, нарисовано. В северной части кратера Тёбе есть геоглифы. Огромные рисунки на поверхности планеты. Они похожи на те, какими исчерчено плато Наска в Перо. Это геоглиф, гуманоидная фигура из Наски. А это с Марса. На обоих рисунках круглая голова и что-то вроде шлема. Круглые глаза, и здесь такие же, и вытянутое тело. А это недалеко от геоглифов. Очевидно, что это не природные формации, прямые линии. Здесь повторяются точки, а здесь треугольная фигура. Это не могло быть создано естественным путем. Геоглифы Наска в Перо – феномен, который наука объяснить не может. На плато длиной в 50 километров и шириной около 7 нанесены разнообразные линии, геометрические фигуры и рисунки. Они видны только с высоты птичьего полета. Все в Наске так устроено, что полную картину можно увидеть только с воздуха. С Земли вы ничего не увидите. Ни фигур, ни линий, ничего. Только с воздуха все открывается. И возникает вопрос, что это, собственно, такое? Линий около 13 тысяч, а рисунков около 30. Птицы, обезьяна, паук, цветы. Глубина линий от 10 до 30 сантиметров. Ширина отдельных полос может достигать и 100, и 200 метров. В длину же некоторые линии и по 10 километров. Это невозможно проделать на Земле, не видя всей картины в целом сверху. К тому же поверхность Платона, которой сделаны линии, неровная. Если эти фигуры идут по неровному рельефу, на снимках сверху они имеют идеально правильную конфигурацию. Тогда, как просто элементарно по закону, если бы это делалось на Земле, они должны были уже искажаться, потому что гипотенуза всегда длиннее катета. Но на снимках сверху всегда эти фигуры выглядят идеально правильными. Как же все эти рисунки нанесли древние индейцы, жители Ант? Для создания таких гигантских изображений нужна серьезная вычислительная аппаратура. Но даже если они обошлись без нее, кому были адресованы эти опознавательные знаки? Швейцарский исследователь древних цивилизаций Эрих фон Теникин посвятил много лет феномену Плато Наска и считает, что подобрался к разгадке. Обычно люди показывают фигуры пауков, обезьян и так далее, и делают вид, что в этом все и дело. Или показывают узкие линии, которые имеют ширину примерно один метр. Самая длинная из них — 23 километра. Но то, что не показывают зрителю, то, что видно с воздуха — эти громадные взлетно-посадочные полосы. А эти полосы — самое главное. По мнению Эриха фон Теникина, в глубокой древности кто-то пользовался этим плато как аэродромом или посадочной площадкой. И это может объяснить тайну параллельных расширяющихся линий. Я это так себе представляю. На орбите находился материнский космический корабль. Из него производились измерения. Например, им нужны ресурсы, минералы, руда, возможно, золото. Из корабля они видят место рождения. Это место необитаемо. Они понимают, что никому не навредят. И тогда они посылают машину-автомат, робота. Он приземляется на плато Наска. Он погружается все глубже и глубже. Вокруг летит песок и камни. Машина приземляется и начинает бурить. Производит измерения, какие ресурсы, минералы здесь есть. И после этого улетает. Остается линия. Трапецииобразная линия. Широкая часть ее находится в том месте, где робот приземлялся. В том месте, где взлетал, она сужается. Что нашли исследователи марсианского рельефа? Когда-то существовала связь между нашими цивилизациями. Кто ведет радиопереговоры с Сатурном? Символы на Марсе и в Наске очень похожи. Поэтому довольно легко установить взаимосвязь между ними. Это было бы слишком невероятно, что природа два раза совершенно случайно создала два таких похожих объекта. Все это свидетельство того, что когда-то существовала связь между нашими цивилизациями. Но когда это было, определить практически невозможно. Физик Альфред Теплов считает, что авторами древних памятников и на Земле, и на Марсе, могли быть жители планеты, которая раньше находилась между Марсом и Юпитером. Астрономы назвали ее Фаэтон. Сегодня на ее месте находится пояс астероидов. Химический анализ этих обломков показал, что это останки планеты, на которой, возможно, даже была вода. Все это позволило ученому предположить, что Фаэтон мог быть обитаем. Пояс астероидов. Больше ничего. Ни на что я не опираюсь. Я уверен о том, что тут существовала планета. А почему она разрушилась? Почему она не существует? Это уже другой вопрос. Астрономы не могут точно сказать, когда погиб Фаэтон. Называются даты и миллиард, и сотни тысяч лет назад. А по мнению Альфреда Теплева, катастрофа могла произойти и не так давно. И даже остаться в памяти людей. После того, как погибла планета какая-то, то на Землю обрушиться мог целый... дождь этих метеоритов всевозможных. И эти метеориты могли привести как раз к возникновению всемирного потопа. То есть они вскипятили своим падением океан, растопили эти северные и южные полюса, ледники. И поэтому действительно получилась такая история, что произошло затопление очень большой территории суши на земном шаре. В то же самое время знатоки древних текстов уверенно заявляют, что ни в одном манускрипте прямо не говорится, что кто-то прилетал с Марса или Венеры. А ведь эти небесные тела, видимые даже невооруженным глазом, были известны с эры самых первых наблюдений за небом. Древние народы уделяют внимание многим звездам, созвездиям, причем далеким от нас. Но ни в одном древнем предании, ни в одном манускрипте нет даже и близкого упоминания о том, что звездные прародители человека или небесные прародители проживали или пришли с планет, которые расположены близко от нас, с Марса, Венеры или с Фаэтуна. Доник Швинт склоняется к гипотезе фон Деникина. По его мнению, родина тех, кто нанес гигантские рисунки и построил пирамиды на Земле и Марсе, находится даже не в Солнечной системе. Я скорее сторонник той теории, что на Марсе и Сатурне мы видим следы пребывания именно пришельцев. Для меня марсиане скорее инопланетяне, а не туземцы. Мало кто знает, что Сатурн – одна из самых загадочных планет. Как она живет и что происходит на ней, пока не может объяснить никто. Например, с тех пор, как космический зонд Кассини впервые записал исходящие от Сатурна странные радиосигналы, прошло уже около 10 лет. Но ни агентства НАСА, ни ученые до сих пор не могут объяснить природу этих звуков. Запись попала в интернет, энтузиасты уже назвали ее переговорами пришельцев. Послушайте сами эти леденящие кровь голоса с планеты Сатурна. Действительно, похоже на загадочные радиопозывные. Во всяком случае, четко слышен ритм и закономерности. Вот еще необъяснимые факты. Странный объект, снятый камерами Кассини, будто бы выстреливает струю плазмы. Что это? Сопло двигателя? Снимки были сделаны 20 ноября 2007 года. Кроме того, исследователи снимков телескопа Хаббл рассмотрели на Сатурне загадочный шестиугольник. А на кольцах планеты сигарообразные объекты правильной формы. Эта информация была опубликована в солидном научном издании в журнале Science News. Однако, если жизнь попала в Солнечную систему извне, то откуда? На днях аэрокосмическое агентство НАСА официально сообщило об открытии сразу 715 новых экзопланет. Космический телескоп Кеплер, стартовавший с Земли в 2009-м, два года собирал данные о возможном существовании планет в видимой ему части Вселенной. И еще два года проверял эти данные. Все эти небесные тела вращаются вокруг 305 звезд и имеют разные размеры. В основном это небольшие планетки вроде Нептуна. Вторая по численности группа объекты вроде Земли. Более того, 4 обнаруженные экзопланеты входят в так называемую зону жизни. Таким образом, всего на данный момент астрономам известно около 1700 планет вокруг других звезд. А в ближайшие годы это число легко может превысить несколько десятков тысяч. По оценкам нашей галактики, ну минимум 100 миллиардов планет должно быть. Причем сейчас пошло время, когда мы открываем огромное количество планет. Среди них есть такие планеты, где мы находим воду. То есть шлейфы атмосфер, которые теряют эти планеты, мы наблюдаем водород и кислород, значит там есть вода. Открытые сегодня новые миры поражают многообразием. Газовые, водные, скалистые, металлические, гигантские, совсем крохотные, ледяные или раскаленные до нескольких тысяч градусов. Есть даже алмазные планеты, как гигантские драгоценные камни. А это самая темная из известных планет. Она настолько черна, что поглощает почти весь попавший на нее свет. Но цвет не всегда показатель того, что условия на планете ужасные или наоборот благоприятные. Эта голубая планета расположена на расстоянии более 60 световых лет от нас. На ней не прекращаются дожди и стекла, которые переходят в шторма. Есть миры, которые освещаются сразу двумя или даже тремя солнцами. Есть даже блуждающие планеты. Это небесные тела, вытолкнутые со своей орбиты и потерявшие свою звезду. Но на каких из них может быть жизнь? Должна ли она быть основана на углеводородных соединениях, как у нас? Жизнь основана на атомах других химических элементов. На атомах азота, на атомах, допустим, я не знаю, ну каких там, бора или кремния. Это вопрос отдельный. Дело в том, что образование сложных веществ – это сложный процесс. Углерод дает наиболее простые варианты, которые реализуются быстрее и легче. И вот углеродная форма жизни, я думаю, самая спространенная, наверное, все-таки. Кого встретили ученые на месте посадки НЛО? Очень похоже на человека. Когда на самом деле построены пирамиды? Мы наблюдаем очень долгий проект, который начался 10500 лет до нашей эры. Размышляя, какова вероятность, что инопланетяне есть, и уже добрались до нас, астроном Владимир Крупков вспоминает, что, возможно, и сам видел гуманом. Все произошло в странном аномальном месте Алтая, которое называется Черный узел. Удивительное место, где сходятся три хребта на плату высотой 2200 метров, с ним выйдут каскады водопадов и озер в одно место, с другого там Палевское озеро, дурное в народе, свечения, лучи какие-то бьющие с него. Народ старается в стороне обходить это озеро. Группа российских ученых, физиков, математиков, программистов и астрономов вооружилась приборами и отправилась исследовать странное место. Все они стали свидетелями фантастического происшествия. Там были палеонтологи из Китая, наши палеонтологи из города Ридер, и, по-моему, кто-то из американцев там был, из наемных ребят. И они говорят, что около их лагеря, там есть два холма таких, со съемочками под водопадами, что около них облетала летающая тарелка, похожая на канистру. Она сделала три оборота вокруг, присела недалеко от них и улетела. И вот они попросили нас приехать и посмотреть это место, где она садилась. Ученые начали изучать предполагаемое место посадки НЛО. Как вдруг что-то вокруг неуловимо изменилось. Вот все нормально было вроде бы, а потом такое ощущение было, что потемнело. Вот ощущение, что как будто куполом накрыли каким-то, фильтром. То есть все было видно, нормальное ощущение, что свет два раза упал. Вот как-то отвлеклись на это внимание и боковым зрением заметили движение. По словам Владимира Крупко, в нескольких сотнях метров от них по склону двигалось странное, полупрозрачное существо. Причем было видно ощущение, ну, как из стекла существо сделанное. И горы переливались, вот как разная плотность, скажем, если это не однородное какое-то стекло, да, оно имеет форму какую-то, это вершины гор переливаются. И вот это продвигалось все около нас, в том раз, как будто бы растворилось. Очень похоже на человека, похоже на того из фильма «Хищника». Это я всегда сравниваю, что очень похоже. Как полагается членам научной экспедиции, эксперты независимо друг от друга зарисовали увиденное. Рисунки полностью совпали. Это не могло быть массовой галлюцинации. К сожалению, больше никаких вещественных доказательств в тот раз добыть не удалось. И когда вот это происходило, даже мысли не возникло схватить фотоаппарат из фотографирования. То есть вот настолько были поражены этим зрелищем. Мы потом попытались по тем вот камням, которые там были, по утесам, высота, вот мы определили около трех метров. Вот так мы определили для себя. И когда меня спрашивают иногда, а сколько вы видели инопланетян? Я говорю, а сколько надо увидеть, чтобы поверить, что мы в этом мире не одиноки? Мне этого случая хватило за глазу. Откуда вообще родилась идея, будто тысячи лет назад нашу планету посещали пришельцы? Эпос некоторых древних народностей прямо указывает на то, что их прародителями являются боги, сошедшие с небес. Если говорить о космографии, о расселении звездных предков древних народов, то, наверное, все-таки следует начать с Библии, где есть такие очень интересные слова. Кто есть творец созвездия Ориона и Семизвездия? Господь ему имя. Амоса 5.8. Под Семизвездием в данном тексте подразумеваются Плеяды. И все-таки, даже если оставить наших звездных предков-фантастов, все равно остаются вопросы. Если внимательно присмотреться к некоторым доисторическим памятникам и доисторическим достижениям наших предков, нельзя не заметить поразительного и ничем не объяснимого несоответствия между уровнем развития древних жителей Земли и тем, что они оставили нам в качестве археологических находок. Первым, кто обратил внимание научного мира на эти факты, был английский археолог Джон Эрик Томсон. Изучив календари индейцев майя, их достижения в математике и астрономии, он оставил в своем труде изумленные строки. Цитирует. Что за умственные выверты привели майя к составлению карты неба, но не позволили им дорасти до принципа колеса? Что позволило им научиться считать миллионами, но не суметь взвесить даже мешок кукурузы? Трудно не согласиться с известным археологом по поводу умственных вывертов древних людей. Кстати, то же самое имеет прямое отношение и к египтянам. Огромные пирамиды, инженерная сложность которых сделает честь и современному архитектору. Откуда 4000 лет назад такие знания? Не зная о том, что Земля круглая, не зная длины ни меридиан, ни параллелей, не точно вычисляя объект, Землю по ее размерам, не зная расстояния до Солнца и до Луны, они могли так четко скоординировать эти пирамиды, что эти пирамиды идут точно по меридиану. Угол наклона коридоров, которые там есть, они напоминают, значит, угол видения на некоторые звезды, в частности, там на Венеру. И многие другие совпадения, которых так много, что случайностью это трудно назвать. Когда именно случится очередной апокалипсис? И что же происходит в эти периоды? Оказывается, знания египетских жрецов, которые строили пирамиды и чертили дендерский зодиак, отчасти еще сохранились. В архивах тайного общества – самой закрытой масонской ложи современности. Она называется орден египетского масонства древнего и принятого устава Мемфис Мицраим. Его глава, Франк Риппель, дал нам эксклюзивное интервью, в котором раскрыл часть масонских тайн. По его словам, пришло время узнать о том, что произошло 12,5 тысяч лет назад. В этот исторический момент на Земле состоялось вот это разрушительное событие, которое называется Всемирным потопом. И, очевидно, многие разные народы получили своевременное предупреждение об этом и предприняли какие-то меры для того, чтобы спастись. Масонские тексты говорят, что информация о грядущей катастрофе поступила не от кого-нибудь, а от пришельцев. Они имели на Земле своих представителей-жрецов и общались с ними, давая знания и контролируя развитие цивилизации на Земле. Однако на нашей планете случилось нечто настолько страшное, что им пришлось прилететь и вмешаться. Возможно, и побыть какое-то время. Вот почему у многих народов есть культ созвездия Орион. Орион — это то созвездие, откуда на Землю в древнее время сошли инопланетяне. И три египетских пирамиды поэтому полностью воспроизводят расположение трех главных звезд в созвездии Ориона. И не только эти пирамиды. И такие, и другие, как Красная пирамида, они всегда воплощают в себе полностью вот все созвездия Ориона. По словам Франка Риппеля, это объясняет, почему пирамиды находят в разных уголках нашей планеты у народов, которые разделены океанами и эпохами. Эти каменные сооружения — технология иной, более старшей расы. Цивилизации, которые никак не соприкасались друг с другом, все обладали умением строить пирамиды. Соответственно, очевидно, что было какое-то инопланетное влияние, какой-то контакт, в результате которого инопланетяне передали это умение строить пирамиды. То, что говорит этот человек, может показаться фантастикой. Однако мало кто знает, что в начале 80-х годов прошлого века к масонским тайнам и наследию древних цивилизаций с большим вниманием отнеслись советские спецслужбы. Сверхсекретный проект научно-исследовательского института КГБ СССР так и назвали «Орион». В его рамках аналитики изучали древние тексты. Военные специалисты имели доступ к таким интересным библиотекам, как, например, Аксандрийская, потому что там есть, скажем, тексты, которые можно встретить только у историка Манифона. А мы прекрасно знаем, что все работы Манифона сгорели в Аксандрийской библиотеке. И конкретно указывается вот в этих документах, что вот именно те первые правители Египта, они были никим иным, как выходцами из других планет. Исследователь Николай Суботин утверждает, что его источники передали ему часть документов, с которых снят гриф секретности. При одном из подразделений КГБ был создан закрытый научный институт, который в то время носил название «Кодовая ромба». Все дела этого проекта, ну вот я разговаривал со специалистами, которые эти папки в руках держали. Некоторые папки мне тоже посчастливилось подержать в руках. То есть я понял, что это там не какой-то не фотошоп, не наводил какой-то это реально существующие документы. В документах советского проекта «Орион» есть схема, где пирамиды Египта спроецированы на плато Наска в Южной Америке. Эта графическая модель также показывает, как созвездие «Орион» четко накладывается на комплекс пирамид в Гизе. Зачем это делалось? Возможно, аналитики просто искали сходные черты. Но не исключено, что у них были и другие соображения. Очевидно, строя вот эти комплексы, может быть, это, знаете, вот как огромный пазл. То есть одна схема дополняет другую. Цели мы, конечно, до сих пор понять не можем, и сложно их понять. Но, тем не менее, вот прослеживая эти тенденции, понимаем, что влияние цивилизации было глобально, скорее всего, на всю планету. Историк Эндрю Коллинз сделал в Египте еще одно громкое открытие. Он изучал культ созвездия Северного Креста или Лебедя. Исследователь заметил, что древнеегипетская богиня справедливости Маат изображалась всегда крылатой, либо с пером, украшающим ее головной убор. Рассуждая об этом, Эндрю Коллинз предположил, а что, если объекты на плоту Гизы копируют не только Орион? Он наложил на карту пирамид схему созвездия Лебедя и был поражен. Сходство идеальное. С одной, опять же, небольшой погрешностью, которая и привела его к сенсации. Я понял, что есть еще одна звезда, которая не была представлена пирамидой. Это как раз был Денеп. Ярчайшая звезда, которая на небе отмечает вход в небесный мир. Когда я посмотрел на карте, я подумал, что, может быть, там есть какой-то вход в пещеру, которая существовала ранее, а сегодня ее нет. И я открыл, что там была гробница, о которой никто ничего не писал, которая находится в углу у плато Гизы. Экспедиция, которую организовал Эндрю Коллинз, подтвердила, что под плато Гиза находится целый лабиринт из пещеры катакомб. В 19 веке уже была попытка исследовать подземелье под пирамидами. И тогда даже нашли странную гробницу, в которой находилось большое количество мумий-птиц. И я подумал, что, может быть, эта гробница, которую мы теперь называем гробница птиц, когда-то была входом в комплекс пещер. Исследуя эту гробницу, мы нашли в этой гробнице вход в огромную естественную систему пещера, которой никто не знал. Мы несколько раз исследовали ее. И ее открытие было всемирной сенсацией. Я много писал об этом. Интересно, что никто не знал, что эта пещера существует. Но мы нашли ее. Что невероятно, потому что мы нашли ее благодаря знаниям об ориентировке по звездам лебедя трех великих пирамид. Созвездие лебедя, по мнению древних, считалось входом в небесные чердоги, которые существовали в Млечном Пути. Но мало кто знает, что с этой фигурой звездного неба связана загадка, которая сегодня не дает покоя современным астрофизикам. Лебедь — это источник так называемых космических крыс, субатомных частиц космической энергии. Космические лучи исходят из определенного источника в созвездии лебедя, известного как Лебедь Х3. Это либо черная дыра, либо нейтронная звезда на орбите куда большей звезды. И периодически этот источник выпускает космические лучи или радиацию прямо в сторону нашей Солнечной системы. Они облучают нас постоянно, даже под землей. Пока сложно сказать, искусственного ли происхождения это излучение. Над этим вопросом работают экспертные группы во всем мире. Созвездие Лебедя в 21 веке важно тем, что это одно из главных мест поиска внеземной жизни. Сотни планет были открыты на орбитах звезд в районе созвездия Лебедя. На некоторых из них практически определенно имеются какие-то формы жизни. Есть шанс, что когда мы наконец найдем доказательства существования внеземной жизни, крайне вероятно, что одним из первых мест, где эта жизнь будет найдена, будет созвездие Лебедя. Для тех, кто может быть не помнит, скажу, что самый древний храм на нашей планете, по крайней мере, из обнаруженных археологами, находится в Турции. Его возраст не менее 12 тысяч лет. Представьте себе, он в три раза старше, чем египетские пирамиды. Ученые пока не могут ответить на вопрос, что за цивилизация и зачем построила его. Но еще большую загадку представляет собой ответ на вопрос, почему они покинули это место и почему они его засыпали песком около 8 тысяч лет назад. Геобик для ТП мало изучен археологами. Я думаю, что цивилизация, которая его строила, началась 17 тысяч лет назад. Скорее всего, это был храм. И, скорее всего, как все мегалитические сооружения на Земле, он тоже ориентирован на звезды. Английский историк Андрю Коллин тщательно исследовал эти древние руины. Его выводы поразительны. Я попытался проникнуть в разум людей, которые сконструировали эти монументы. Кем они были? Чем занимались? Зачем они построили эти монументы в конце прошлого ледникового периода? Я начал чувствовать, что они были отражением неба. Они не соответствовали Солнцу или Луне, но, скорее, одной или нескольким звездам. Это было проверено с использованием астрономических программ. И получилось, что они сориентированы на одну определенную звезду на небе. Это Денип, ярчайшая звезда созвездия Лебедя. Кем были на самом деле строители пирамид? Может быть, они не пришли из космоса, но, может быть, они пришли из России. Сенсационные находки на Урале. Возможно, это обсерватория, возможно, это какой-то наблюдательный пункт. Созвездие Северный Крест именуется созвездием Лебедя только у славян. Кстати, этот символ занимает особое место в русской культуре. Сказочная царевна Лебедь, по мнению ученых, это образ великой славянской богини птицы-матери Сва. Случайно ли в языках северных народов, скандинавов и бритов, Лебедь называется Сван? Лебединую символику археологи нашли и при раскопках первобытной стоянки на Среднем Урале и среди петроглифов Онежского озера. Крылатые девы со стилизованным оперением встречаются и на русских вышивках. Античные авторы также писали, что в северных широтах живут девы, которые умеют оборачиваться птицами. Римский поэт Овиде утверждал, что женщины-скифов достигают этого с помощью волшебных зелий. Кстати, имя скифской богини, изображение которой найдено археологами в курганах при Черноморских степей, Аргим-Паса. Это тоже переводится именно как «богиня-лебедь». По мнению Эндрю Коллинза, цивилизация, которая поклонялась лебедю, оказала сильное влияние на всю историю народов Евразии. Возможно, они были теми, кто построил Гебек-Летепе и многие другие сооружения. Я изучал все это и пришел к выводу, что мы имеем дело с элитной группой людей, которая могла прийти в юго-восточную Турцию, Армению и Кавказ, возможно, из района России. Они были потомками культуры под названием Костянки, которая существовала на реке Дон с примерно 40-тысячного года вплоть до 10-тысячного года до нашей эры, когда она будто бы пропала. Есть много связей и много сходств между культурой России, которая включает в себя еще одну важную культуру в месте под названием Сумгирь, около города Владимир, которое также похоже, что является частью этой же традиции. Это были самые продвинутые народы в Европе в то время. У них были сшитые одежды, их инструменты были наиболее продвинутыми, они жили в очень продвинутом сложном обществе. Десятки тысяч лет они были одним из наиболее продвинутых народов Европы и, вероятно, частей Азии. По мнению Эндрю Коллинза, эта таинственная древняя культура по необъяснимым причинам покинула свою территорию и отправилась сеять знания по всему миру. Возможно, сияющие ангелы, которые описаны в Библии или у других народов Ближнего Востока, это именно выходцы из северных земель. Кем они были? Прославянами? Уцелевшими обитателями Гипербореи? Эндрю Коллинз считает, что только не пришельцами со звезд. Идея о том, что боги древних были инопланетянами, очень интересна. И нам не следует отбрасывать ее окончательно. Но мне кажется, что нам сперва нужно смотреть на наших собственных человеческих предков, потому что в таких местах, как Костянки и Сунгирь, жители были невероятно продвинутыми народами. И если их потомки оказались на Ближнем Востоке и, быть может, ответственны за создание древней цивилизации, тогда другие народы считали бы эту элитную группу людей людьми из другого мира. Точно так же, как мы бы сочли странных созданий существами с другой планеты. И я думаю, что эти идеи были переданы нам в мифологии. И, может быть, они не пришли из космоса, но, может быть, они пришли из России. Что же за высокоразвитая культура жила на территории России десятки тысяч лет назад? Почему от них осталось так мало? Но самое непонятное, как объяснить совпадение символики? Крылатые диски на Марсе и в Египте, славянские лебеди и звездное отражение на карте великих пирамид и турецких руинах. Сколько мы еще не знаем о том, что происходило до нас. Однако остались послания, зашифрованные в древних каменных сооружениях с помощью высоких технологий. Возможно, по мере их изучения мы найдем ответы на многие вопросы. Что ж, будем помнить, что мы наследники великой и древней цивилизации, которая насчитывает десятки тысяч лет. А значит, мы сегодняшние не должны подводить своих великих предков. Это была территория заблуждений. Я желаю вам космического счастья, вселенской удачи и вечной любви. До встречи в следующий вторник, но не в 20.00, как это было раньше, а в 21.00, то есть в 9 часов вечера. С вами был Игорь Прокопенко. Не переключайтесь, потому что сейчас вас ждет пища богов. Будет вкусно! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok